О прохождении зимовки скота на территории Тувы доложился министр сельского хозяйства и продовольства Республики Сергей Андар, который сообщил, что начало периода зимовки скота в регионе отсчитывается с 15 октября и заканчивается 15 мая. Сегодня в Министерстве прохождения зимовки оценивают как удовлетворительное, при котором поголовье домашних животных сохраняет упитанность. Однако этой зимой работу животноводов усложнили длительные снегопады и сильные ветра, которые занесли дороги к чабанским стоянкам. После продолжительных три раза прошло ветра, это Мангун-Тайга, Бай-Тайга, пастбищные угодья, они как бы открыты, но тем не менее, значит, сегодня затруднены некоторые чабанские стоянки в этих районах дороги. Особенно Мангун-Тайга, Казыл-Хая, это мастерочка Карабильдр, там две стоянки до сих пор, после последних ветров, значит, туда пока еще доступа нет. Министр доложил, что по состоянию на 21 января муниципальные власти пытались добраться до чабанских стоянок самостоятельно. Для предотвращения, поддержа скота, глава Тувы Владислав Хавалы распорядился усилить работы по своевременной расчистке муниципальных дорог и проезда к зимним стойбищам. В частности, министру транспорта и дорожного хозяйства Шарану Чергалолу поручено держать ситуацию с расчисткой дорог на личном контроле и оперативно реагировать на все сигналы. У нас самое дальнее, получается, это Таштухоль, Карахоль, это там три чабанские стоянки, мы доехали, грузовые автомобили доехали и продукты тоже завезли. Сейчас связь с ними есть. Министерству сельского хозяйства губернатор дал ряд поручений, которые ведомству необходимо выполнить совместно с муниципальными властями. В первую очередь, до 27 января необходимо организовать вывоз сена из Республиканского резерва кормов по районам, согласно графика. Еженедельно проводить анализ баланса кормов с учетом их расхода в разрезе категории хозяйств, а при необходимости организовать равномерное перераспределение кормов между хозяйствами. Что касается кормов, значит, у нас практически корма 255 тысяч мы заготовили. Основная доля, конечно же, у личных подсобных хозяйств порядка 70%. Из расходов на сегодня 41% остается на территориях чабанских стоянок, в том числе и резерв муниципальный и республиканский резерв. Сергей Андар сообщил, что на 2023 год в республиканском бюджете заложено около 5 миллионов рублей на поддержку труднодоступных территорий Тувы.